Денцовский техникум Каждый год порядка 15 тысяч девятиклассников выбирают именно рабочие профессии для обучения. Но все ли идут работать по специальности? Какой уровень подготовки у молодых специалистов? И соответствуют ли требования работодателей? Это только часть вопросов для обсуждения в ходе акции «Открытый диалог с бизнесом», которая проходит в Подмосковье в 14-й раз. Она создана для того, чтобы те, кто учат и те, кто принимает на работу, договорились. Мы сегодня возвращаемся к тому, чтобы вместе с колледжами были те стратегические партнеры, те базовые предприятия, которые будут существовать в новых юридически-экономических формах взаимодействия. Но по сути это действительно так. Это у каждого предприятия, об этом говорит наш губернатор, и у каждого учреждения должно быть предприятие-партнеры. И каждый сегодня школьник, а мы в первую очередь говорим о школьниках, и взрослые люди, они должны четко для себя понимать. Если я хочу работать на предприятии, допустим, Московского аэропорта Домодедово, то я должен прийти учиться в профессионально-образовательное учреждение, там, колледж в Москве, допустим. В актовом зале Можайского колледжа встретились представители из трех округов – Можайского, Нарафаминского и Одинцовского. От нашего округа выступила Ольга Селезнева, директор крупного автотехцентра. Она сумела объединить партнеров от Петербурга до Нижневартовска. Одна из общих целей – подготовка квалифицированных кадров. В среднем профессиональном образовании сегодня до конца не угнаться до требований рынка, потому что, во-первых, надо сказать, что сегодня спрос очень меняется. В частности, наша профессия – автомеханик. Идет такая омалогация и структуры автомобиля, и его устройства, это уже космические корабли, по сути, бороздят наши просторы. Среднему профессиональному образованию не надо погружаться в эти тонкости, им надо дать классическое правильное образование. А трудовые навыки и повышение уже своих навыков, они пройдут на производстве. В центр Ольги приходят на производственную стажировку старшекурсники техникумов. Требования к студентам высокие нагрузку выдерживают далеко не все. Их курируют механики с 20-летним стажем. Опытом взаимодействия поделилась бизнесмен со своими коллегами. С помощью таких встреч можно найти и стратегического партнера для каждого колледжа.